Добрый день, коллеги! Дайте мне знать, пожалуйста, как видно, слышно. Можем ли мы начинать? Спасибо, спасибо. Благодарю вас. Ну что, Татьяна нас прям озадачила таким огромным набором интересных тем. Я даже сама, слушая, себе зафиксировала, куда я хочу сходить. Большое спасибо за эту информацию. Я вовремя её получила для себя. А сегодня, друзья, я хочу с вами поделиться информацией, которая тоже, надеюсь, будет для вас полезна. Сразу хочу сказать, что у нас с вами бывают в нашем цикле разные темы. Есть темы очень прикладные, есть темы очень приятные, а есть темы не очень приятные. Так вот, сегодня у нас такая тема, которая для многих может быть даже болезненной, потому что, к сожалению, не каждый аспирант, не каждый докторан завершает свой путь. Так, Сергей Александрович пишет, что ничего не видно. Друзья, а как у вас? Звук и видео есть. Ага, всё, тогда, Сергей Александрович, вам, наверное, нужно просто перезагрузиться, да? Благодарю. Друзья, если вдруг какие-то сбои будут, пожалуйста, давайте мне знать, чтобы я буду поглядывать в чат, чтобы всё у нас было нормально. Ну так вот, наша тема сегодня, она такая не очень, скажем, радостная, но она очень ценная, важная и нужная, потому что есть такие особенности на пути подготовки диссертации и её защиты, с которыми надо справляться. И вот кризисное состояние или состояние, когда всё хочется бросить или не знаешь, как поступить, это одна из таких ситуаций. И, соответственно, давайте посмотрим, что мы сегодня будем с вами рассматривать. Во-первых, мы сегодня должны определить то, что мы называем кризисом. То есть когда человек сдаётся и бросает, когда у него что-то перестаёт получаться, да? И вот мы говорим, ну вот у меня кризис. Сегодня хотелось бы разобраться, что это за состояние, как часто оно бывает и вообще с чем оно связано, да? Второй момент. Безусловно, нам нужно поговорить про то, как с этой ситуацией справляться. Соответственно, что здесь нам важнее или надо и то, и другое делать, работать со страхами или с мотивацией, и что здесь лучше помогает и, в общем, какие шаги для самоспасения в этом смысле можно сделать. Кроме того, почему мы сдаёмся или когда мы сдаёмся, когда у нас изначально работа была выстроена не совсем так, как нужно. И это привело к тому, что произошёл сбой. То есть изначально мы делали что-то не совсем так, не было какой-то системы в нашей работе, и поэтому вот про то, как эту систему выстроить, что в ней нужно учесть. И, в общем, мы поговорим в третьем блоке. Ну и, конечно, уж учитывая, что я экономист по образованию и по внутреннему содержанию, да, я за то, что любой процесс, любую работу, независимо от того, научная это работа или какая-то жизненная ваша деятельность, если её можно, то её стоит оптимизировать. То есть я всегда за эффективность, за то, чтобы работа давала не только результат, но и мы его достигали с меньшими, скажем, усилиями, если это возможно. Так вот сегодня как раз нам и нужно разобраться, а вот оптимизация, она помогает или она приводит к тому, что у нас результат хуже становится. И поэтому вот с этими моментами нам нужно с вами будет разобраться на сегодняшней нашей встрече. И несмотря на то, что тема, ну, про свои успехи, мы любим всегда рассказывать, да, тема может быть не очень такая. Я всё-таки призываю вас, когда я буду задавать вопросы, мне посмелее на них в чат отвечать. Давайте начнём с того, чтобы понять вообще, есть ли вот это состояние этой кризисности у вас или нет. Давайте именно с этого и начнём. Поставьте мне, пожалуйста, в чате ответ «да» или «нет» вот на этот вопрос. Как вы сами оцениваете то состояние на своём пути, которое у вас сейчас есть? То есть у вас есть тот самый кризис с вашей точки зрения? Или нет? Или у вас всё в порядке, и вы просто так на всякий случай пришли на вебинар, мало ли вдруг... Да-да-да, есть, есть, нет, есть, бывает. Вот отличный ответ. Он очень нам проясняет кризис среднего возраста. Ну, друзья, мы сегодня в большей степени про кризис в работе над диссертацией, но они могут совпадать, эти кризисы, да? Есть отсутствие волшебного пинка. У моих аспирантов он иногда возникает. Отлично, что у нас научные руководители присутствуют. Это очень-очень приятно. Нет, кризиса есть. Кризис не хватает времени. Постоянно хочется переписать. Времени не хватает. Смотрите, друзья, то есть вот это наше внутреннее какое-то ощущение, да? Нам кажется, что вот у нас как-то не всё нормально. Давайте разбираться. На самом деле, это кризис или у вас, в принципе, ну, такое обычное, небольшое отклонение от нормы, скажем так, да? На самом деле, когда мы говорим о кризисе, понятно, что это явление очень резкое, очень такое неприятное, да? Нам внутри, внутреннее состояние становится неприятным и постоянно меняющиеся условия. Я не понимаю, что надо иметь, кроме диссертации, чтобы её защитить. У моих аспирантов страх перед антиплагиатом. Да, очень много. Спасибо за ваши ответы. Очень много реально причин того, что мы тревожимся, да? Но если мы говорим о кризисе, о таком глубинном явлении, то есть при любой тревоге мы же путь-то не бросаем, да? Ну да, боимся мы этого антиплагиата или там меняются условия, но, в принципе, мы как-то собираемся и движемся. Тем не менее, есть причины и есть ситуации, при которых вот эта вот, скажем так, ситуация, при которой человек решает, что всё, это не мой путь, вот эта более глубинная ситуация, именно её я называю кризисом. Я, знаете, так постаралась вам представить на картиночке, чтобы это было видно, да, что с нами происходит, когда мы начинаем писать работу, когда мы начинаем заниматься диссертацией. По горизонтальной оси это время, либо сколько у вас его есть, либо сколько вы его сами себе установили, да, потому что кто-то привязан к тому времени, которое там в аспирантуре, например, или с научным руководителем определили. У кого-то таких временных рамок нет, вы движетесь просто так, как получается. И по вертикали это объём работ. То есть изначально, когда мы с вами перемещаемся во времени, да, вот начинается только наш путь, он начинается, безусловно, не с нуля. Да, у нас есть какой-то запас. В науку человек не приходит вот прям полностью нулевой, да, у нас есть какой-то запас уже знаний. Хорошо, когда у вас есть уже какие-то наработки, и мы с этими наработками приходим, и мы говорим, вот я там хочу готовить кандидатскую или докторскую диссертацию, и, соответственно, возникает ситуация такого старта. Очевидно, что на старте те задачи, та деятельность, с которой мы сталкиваемся, она достаточно очевидная и простая. Ну, например, надо собирать там литературу, да, надо её читать, погружаться в тему и так далее. Но мы это с вами делали неоднократно, не только тогда, когда мы решили задумать писать диссертацию, да, мы это делали и при подготовке статей, мы это делали и при обучении в вузах, допустим, когда готовили какие-то работы. То есть вот этот старт, он имеет такой воодушевлённый какой-то настрой, и, соответственно, там кажется, что у нас всё легко получается, и мы вот приходим к этому состоянию успеха, что вы вот прошёл месяц, и вы уже вот там то-то сделали, прошёл ещё месяц, и вы вот ещё что-то сделали. То есть в начале пути эта ситуация, такого ощущения, что у меня всё получается, она намного чаще встречается именно потому, что изначально либо вас вообще никак не ограничивает научный руководитель, и вы делаете то, что вы знаете, умеете, естественно, это у вас получается, либо объясняется это тем, что вот эти задачи, они достаточно на старте, они достаточно понятны и просты. Но чем дальше мы продвигаемся по своему пути, естественно, задачи становятся более сложными и иногда непонятными. Научные руководители очень часто ограничены во времени, и если у научного руководителя много аспирантов, то он не всегда может с каждым поработать детально, да всё вам досконально объяснить. И поэтому чаще всего при встрече с научным руководителем ваша задача понять, что нужно делать, да, что же нужно делать. Но очень часто остаётся за кадром, скажем так, вопрос «как?». То есть вы уходите озадаченными, вам вроде бы всё понятно, но идти составь план, иди напиши то-то, сделай вот это и так далее. То есть вот эти ответы на вопрос «что?», они стали ясны. И когда вы находитесь рядом с научным руководителем, вам всё понятно. Но как только вы приходите домой и начинаете осуществлять эту деятельность, то становится ясно, что либо вы не знаете как, либо вы недостаточно чётко поняли, что он от вас хотел. И здесь возникает вот это состояние непонимания, состояние усложнённости каких-то задач, которые вы раньше, например, не преодолевали, ну не проводили вы таких исследований ни разу, не писали вы, может быть, публикацию, там, зарубежный журнал, который там индексируется в международных базах, да, то есть что-то такое, что вы не делали. Может быть, вам нужно подготовиться к выступлению на конференцию, а вы до этого ни разу не выступали. И вот здесь возникают страхи, возникают стрессы, и начинает зарождаться некое такое состояние неуверенности. Когда мы продвигаемся с вами всё дальше и дальше по нашему пути, то становится понятно, что помимо нашей диссертации, у нас ещё в жизни никуда не девается, остаётся работа, семья, какие-то личные задачи, планы и так далее. И вот наслаиваясь одно на другое, это порождает вот эта самая занятость наша, порождает некую усталость, а от этого у нас возникает стресс, то есть нас начинает раздражать то, что у нас что-то не получается. И накапливается вот эта вот усталость, страх, стресс, непонятность, как её преодолеть, вот эти вот задачи. И вот в этом состоянии мы попадаем в тот самый кризис. То есть это не рядовое, непростое состояние, просто какой-то неудовлетворённости. Это состояние, накопленное со временем. И вот в этот кризис, когда человек реально попадает, он находится примерно в таком состоянии, которое можно охарактеризовать как выбор. Он для себя принимает решение. А это вообще мне надо? Я хочу это продолжать всё. Или мне вот это уже надоело, у меня нет сил, или я чувствую, что у меня не получается, я думаю, что у меня и дальше не получится. И, соответственно, либо он себе говорит, нет, всё-таки я постараюсь это преодолеть, постараюсь найти какие-то пути, и я всё-таки пойду, потому что я понимаю, что эти кризисы, они не вечные. То есть кризис — это такое состояние, которое проходит. В любом деле, абсолютно. Мы сейчас с вами в интересное время живём, да, у нас в том числе в экономике, в жизни происходят очень серьёзные такие кризисные процессы, скажем так, да, резкие, неприятные и так далее. И да, это всё неприятно, но мы чётко понимаем, что это конечна. Когда-то это закончится. Так и здесь. Вот это состояние, оно конечна. Но либо оно закончится, потому что человек прекратит этот путь. Да, я на слайде сделала стрелку вниз. Он всё, он решает, что он бросает. Либо это состояние закончится, потому что человек начнёт прилагать целенаправленно усилия для того, чтобы из этого состояния выходить. Третьего варианта не дано. Потому что если вы застряли в этом состоянии, считайте, что это просто отсроченное состояние по выходу из подготовки диссертации. Просто вы себя по-честному ещё не признались, что всё, вы дальше не идёте. И вы как бы делаете вид, что вы ещё продолжаете. То есть если мы не делаем каких-то активных движений, то мы застрянем, и мы к результату не придём. Поэтому если у вас то самое состояние, которое я сейчас объясняю, давайте попытаемся разобраться в причинах, почему вот такое серьёзное состояние, кризисное возникает. Очень серьёзными моментами на пути аспиранта-докторанта являются любые такие серьёзные перемены. Например, когда вынужденно меняется руководитель или меняется тема работы. То есть вы готовились к одной теме, разрабатывали её, изучали и так далее. И вдруг там часто бывает на первом научном семинаре, когда вас слушают в аспирантуре или на кафедре. И появляется у экспертного сообщества, которое слушает ваше выступление, мнение о том, что эта тема недостаточно диссертабельна, может быть, она не так представлена. То есть и вам, например, предлагают, а то и настаивают на смене темы. Это очень серьёзная ситуация, потому что у вас уже есть какие-то наработки и такое ощущение, что это очень большой откат назад. И тут нужно очень иметь такой настрой, мотивацию для того, чтобы не сдаться. Ещё более серьёзная ситуация, когда меняется научный руководитель. Здесь может произойти одновременно два процесса, потому что и руководитель сменится, и по идее, если вы меняете научного руководителя, так по большому счёту вы обязаны сменить тему. Почему? Потому что вы с научным руководителем общались, вы всё равно использовали его интеллектуальный потенциал, вы вместе разрабатывали какие-то идеи и так далее. И если мы уходим к другому научному руководителю, ну это моё субъективное мнение, я на нём не настаиваю, просто я меняла научных руководителей, и у меня было ровно так. Причём у меня происходила смена научных руководителей по разным причинам. У меня по кандидатской диссертации было три научных руководителя, не потому что я такой капризный человек, но просто так случилось в жизни, так бывает. И сразу могу сказать, при трёх научных руководителях за этот путь моя кандидатская диссертация заняла у меня почти 7 лет. То есть понятно, что это очень серьёзно. Бывают разные причины. У меня первый раз смена научного руководителя произошла из-за того, что я просто географически переехала, и научный руководитель просто был не готов в то время общаться дистанционно, в силу возраста, в силу своей привычки и так далее. И я его благодарю, что он мне посоветовал другого руководителя на месте моего будущего проживания, и я, соответственно, стала сотрудничать с другим человеком. Со вторым человеком я вынуждена была попрощаться, это была моя инициатива, потому что сейчас, когда мы будем перечислять причины, у меня случился один из кризисов, связанный с другой совершенно причиной, и это привело к тому, что мы расстались. И вот с третьим руководителем я уже защищала диссертацию, и поэтому всё, что было наработано со вторым научным руководителем, пришлось оставить и поменять и тему, и научного руководителя. Поэтому если у вас есть такая возможность, не делайте этого осознанно. Старайтесь найти общий язык с научным руководителем, старайтесь сохранить свою тему, лучше существующую тему усиливать, искать где-то её потенциал, раскрывать его, чем менять. Это сложная задача, поэтому здесь спокойно можно попасть в эту ситуацию кризиса, потому что это очень серьёзные изменения. Вторая причина, это как раз причина, когда есть накопленность некого неудовлетворения, когда у вас некоторое время, вот вы вроде бы время-то идёт, а результатов нет. Время проходит, особенно если вы, например, где-то контактируете на работе с другими аспирантами, и вы видите, вот он уже статью написал, он уже на конференции принял участие, у него уже 20 страниц диссертации, тот уже провёл, там начал проводить исследования, а я работаю, у меня этого нет. И вот такое ощущение, что что-то сломалось, как будто, да, что у меня что-то перестало получаться. Мы уперлись в стену, и дальше у нас нет никакого движения. Это тоже очень трудная ситуация, она чаще всего возникает именно тогда, когда мы неправильно организуем свою деятельность. Мы сегодня поговорим о том, как её правильно организовать. И если вот у вас есть такое состояние, что всё, вот какая-то преграда перед вами, обязательно вот эти последние, третий, четвёртый пункт, которые мы будем сегодня рассматривать, прямо обратите внимание на те приёмы и на те вещи, которые я буду сегодня рассказывать. они очень помогают, они работающие. Следующий момент — это неизвестность. У нас, вот то есть пока мне было всё понятно, всё было нормально. Как только человек встречается с состоянием, что всё, перед ним дальше идёт ровно то, что непонятно, вызывает вопрос, и я вообще не знаю, чем всё это закончится, то вот здесь возникает кризис. Он чаще всего не от усталости, он чаще всего не от того, что вы делали-делали, и уже там что-то не получается. Это чаще всего кризис ментальный. Это когда мы начинаем думать о будущем, будущее неконтролируемо нами. Вы этот путь, например, если вы аспирант, вы ещё не защищали диссертацию, вы этот путь ещё не проходили, и поэтому вот здесь это состояние, в которое мы загоняем сами себя. Нормально, да, этот путь тоже, те люди, которые его проходили, они тоже когда-то шли в первый раз, так же, как и вы. То есть как решается вопрос неизвестности пути? Надо понять, надо изучить, постараться изучить этот путь. Как он будет реализовываться у вас, вы увидите по ходу действия, да, но вообще, в принципе, о пути, конечно, надо знать, и тогда вот этих кризисов не будет. Вот этот синдром, собственно говоря, это та причина, которая меня довела до того, что я рассталась со вторым научным руководителем, потому что в какой-то момент времени у меня возникло, ну, не только у меня, так ещё и обстоятельства сложились, да, что мне так тихонечко внушали эту мысль, да, что отчего это ты вдруг решила писать диссертацию, то, что вот, в общем, это только для каких-то суперлюдей, в общем, не каждому дано её написать, и, возможно, тебе просто её не дано написать, да, то есть и вот это состояние, оно возникает либо потому что вы так его себе внутри создаёте, да, либо потому что кто-то осознанно или неосознанно, это часто бывают ваши родственники, родители, семья, друзья, коллеги, а может быть, это, наоборот, конкуренты, да, которые не хотят, чтобы вы защитились, они начинают вот так вот вам немножечко внушать такую мысль, что, в общем-то, это не для всех, и, в общем-то, а ты уверен, что у тебя получится, и вот это вот ощущение, когда оно вас захватывает полностью, ну, вот меня оно, в частности, захватило, и я не просто перешла к другому научному руководителю, я просто отчислилась, то есть я в какой-то момент времени остановился, я для себя сказала, ну, всё, значит, я что, я, ну, не всем дано, мне не дано, что же я буду тратить время, поэтому вот через этот синдром очень важно прожить, сразу забегая вперёд, хочу вам сказать, да, это работа трудная, но она преодолимая абсолютно, абсолютно, то есть там нет никакой, это не работа на Нобелевскую премию, это не деятельность, при которой от вас ждут открытия каких-то невероятных научных теорий или ещё что-то, то есть вообще, если вы понимаете требования, которые к вам предъявляются, то этот путь трудный, но он абсолютно проходимый, поэтому однозначно, если у вас такой синдром есть, что называется самый простой приём от Натальи Модестовны, выбросьте это из головы, прямо сейчас, прямо сию секунду, каждый из вас абсолютно способен написать хоть кандидатскую, хоть докторскую диссертацию, просто нужно запастись терпением, мотивацией и временем, да, и вот готовностью действовать, всё, это ключи к успеху, никаких тут синдромов нам абсолютно не нужно, если он у вас возникает, а он будет неоднократно возникать на вашем пути, соответственно, от него избавляемся вот таким образом. Ну и, конечно же, ещё одна причина возникновения кризиса — это страхи. Это страхи, соответственно, разного очень рода, это страхи того, что мою работу будут рецензировать, её будут неоднократно читать, её будут оценивать и мне эти оценки высказывать, не всегда в лицеприятной форме, да, для кого-то это страх публичного выступления, что вам придётся на предзащите, на защите выступать перед незнакомыми людьми или перед, ну, некоторые, может быть, будут вам знакомы, некоторые незнакомы, да, то есть вот это вот ощущение, когда вам прямо сжимает всего вот от этого состояния, что мне страшно, либо вот кто-то уже написал, когда мы говорили кризисле у вас, да, что требования постоянно меняются. Действительно, мы с вами находимся сейчас в такой ситуации, когда постоянно происходят какие-то изменения, или что ещё более неприятно, мы понимаем, что они произойдут, но мы не понимаем, когда. То есть, например, мы ожидаем, что изменятся требования по публикациям, но они же ещё не изменились, но в решении были указаны сроки, что вот с 1 сентября 2020 года уже это чтобы действовало, а решение не принято, так вот вдруг оно летом будет принято, и мне уже к сентябрю надо будет иметь такую публикацию. То есть и вот эти страхи, мы не просто они, эти страхи у нас есть, мы ещё люди так устроены, что мы начинаем себя накручивать. А вдруг вот это? А вдруг у меня новизны не хватит? А вдруг у меня там попадётся нехороший официальный оппонент? А вдруг с моим научным руководителем я не сработаю? И мы начинаем вот это фантазировать себе в голове, и может быть даже эти страхи нереальны, но мы себя загоняем в состояние, в котором психоэмоциональное состояние, в котором мы просто не можем работать. То есть у вас даже есть время, у вас есть настрой, у вас есть план, у вас есть понимание, но если вы находитесь вот в этом состоянии, кризис будет состоять в том, что вы не сможете ничего делать. Вы будете сидеть и попусту тратить время. Поэтому, естественно, вот из этого состояния нужно, конечно, стараться выходить, нужно научиться работать со страхами. Давайте сейчас прям сразу, чтобы вы зря потратили сегодняшнее время, такую немножечко самодиагностику проведём. То есть вот многие из вас указали, что да, вы сейчас находитесь в состоянии кризиса. А давайте посмотрим, напишите, пожалуйста, в чат, по-честному себе признайтесь, у меня вот из этих хотя бы пяти причин, какая причина сейчас для меня наиболее актуальна, какая причина меня завела в это состояние стресса, вот этого состояния кризиса, которое мною владеет, и я не могу вообще сдвинуться с мёртвой точки, и вообще, может быть, решаю, надо ли мне это, да. То есть вот давайте вот для себя. Так, друзья, вы мне что-то писали, пока вы отвечаете, я гляну. Может, успех умер, и стоит успокоиться. Александр Юрьевич, ну, это каждый решает сам. Если стоит успокоиться, то, ну, наверное, да, потому что если с таким настроем двигаться всё равно не получится, нужен настрой. Руководитель нужен, обязательно. Так, своё мнение по поводу работы, по всех не подстроишься. Наталья Валерьевна, вы вообще прямо замечательный тезис сказали. Действительно, автор диссертации должен иметь своё мнение. И когда вам будут говорить какие-то комментарии, давать советы, рекомендации, это не означает, что вы всё должны исправлять. У вас должно быть чёткое понимание, что вы допускаете в качестве доработки, улучшения и так далее, а что нет. Так, поехали. Ваши ответы. 3, 3, 3, 3, 4, 3, 5, троечек очень много. 5, 3, 2, 3, 4, 3, 1, выйти на совет. О, эта задача непростая. 4, 5, 2, 3, слабое продвижение. Чего-то не хватает. Ой, вот Юлия Витальевна, вот это вот ресурс, это вообще вопрос вопросов, да, то есть иметь энергию, иметь здоровье, иметь какие-то сбережения на этот счёт. Ну да, это всё очень важно, это может продвигать или останавливать. 2, 3, 3, 4, 5, уволили научного руководителя. Суды. Ох, как серьёзно, серьёзно, Олеся Юрьевна. 3, 5, так, 3, 3, 4, 5, 5. Понятно. Так, в прошлом году внезапно умер научный руководитель. К сожалению, к сожалению, эта жизнь неоднократно на моём пути встречались такие примеры, когда руководитель уходит из жизни и аспирант или докторам теряется, да, что ему дальше делать. Смотрите, друзья, да, то есть вот у нас с вами 2-3 проблемы, связанные с антиплагиатом, складывается впечатление, что все ресурсы оценивают только синтактически. Так, но с антиплагиатом занятым. На самом деле, друзья, ну сегодня не тема, к счастью или к сожалению, работы с антиплагиатом, да, коллеги проводят в Директ-Академии, в том числе, вебинары по этому поводу, и у нас было пару встреч по этому поводу. Надо, конечно, здесь находить тоже вот какой-то, вплоть до того, что обращаться в тот же антиплагиат, да, и чтобы разъясняли у вас тем, кто проверяет. Это тоже вариант, мы просто его не рассматриваем. Смена научного руководителя. А я слушаю и пишу диссер. Меня вдохновляет уже. Елена Игоревна, прекрасно. Вот что называется, вы можете совмещать приятное с полезным. Приятное послушать что-то, да, и такое важное, ценное, и совместить с работой. Вкладка «Вопросы». Так, сейчас смотрю. Наталья Валерьевна спрашивает по презентации. «Презентацию я скачивать не даю. Делайте скриншоты, пожалуйста». «Проблема связана с антиплагиатом». А, вижу этот вопрос. «В курсе вы помогаете делать план диссертационного исследования». Яна Юрьевна, по поводу курса чуть попозже. Можно я отвечу на вопрос буквально через несколько слайдов. Значит, смотрите. Синдром самозванки, потому что тема невостребованная, а ещё маленькие дети не всегда дают полноценно работать. Самоизоляция, всякие ринсы — это да. Ольга Вадимовна, с синдромом самозванца поступайте, как я сказала, просто. Вы даже не тратьте на него ни секунды своего времени. Каждый достоин, каждый может. Вот те, кто здесь собрались, это все абсолютно люди, которые способны. Мы не берём людей, которые никогда в жизни этим не интересовались, никогда не стремились к этому и так далее. Да, возможно, такие люди не способны. Но все, кто здесь есть, это, что называется, мы же адресно собираемся, да, мы по теме собираемся. Поэтому я вас уверяю, поверьте мне на слово, да, что и надо, вот по этому поводу никакого кризиса быть не должно вообще. Сразу переключаемся на другую деятельность. Смотрите, друзья, что нас ещё настораживает. Почему нас вообще так пугают, особенно вот окружающие, да, наши коллеги или там мы сами себя можем напугать. Дело всё в том, что я не открываю страшные тайны, когда привожу вот эту вот информацию. Дело всё в том, что когда мы поступаем в аспирантуру или там готовимся писать докторскую диссертацию, нам кажется, что ну вот я пришёл, вот у меня сколько там, я хожу на курсы для сдачи кандидатских экзаменов, вокруг меня туча людей, соответственно, мы все вот выйдем и благополучно защитимся. И потом раз, и вы видите, что один не пришёл, следующий не пришёл, этот экзамен не сдал, этот перестал писать и так далее. Так вот, по официальным данным до защиты доходят всего 12%. Это понятно, что это не по всем специальностям. Прошу прощения. По разным специальностям где-то 20, где-то 30, где-то 10, где-то 5, да, поэтому в среднем. И если вы посмотрите официальную статистику, на данный момент у нас чуть больше 90 тысяч аспирантов, и у нас где-то тысячу с небольшим докторантов. Это тех, кто имеет официальный статус. Понятно, что не все из нас пишут работу, имея вот этот официальный статус. Мы можем потом присоединиться к диссертационному совету для того, чтобы просто пройти процедуру. Поэтому эта мысль нас, конечно, напрягает. Что тут говорить? Безусловно. Поэтому есть ещё соискатели учёной степени. Да, безусловно, я и говорю, что разный статус может быть, а у кого-то статуса нет, но он всё равно работает и пишет. Поэтому что нам остаётся делать? Как победить этот страх? Как нам повысить эту мотивацию? И что вообще, что важнее? Куда нам больше нужно бросить своего внимания? И на самом деле надо сказать, что и то, и другое важное. Но тем не менее важна какая-то последовательность действий. Давайте вот те, кто в кризис, прямо сейчас в кризисе находятся, давайте прямо пошагово. Как мы из этого кризиса будем с вами выходить? Вместе. Почувствуйте, что вы не одиноки. Посмотрите, сколько людей находятся в таком же состоянии. И первое, что мы с вами должны сделать, это принять, что да, у меня есть кризис. Ровно поэтому я сегодня не ради любопытства и задала этот вопрос, чтобы вы не просто в чате написали, чтобы вы и себе признались, реально у меня кризис, я собираюсь с этим что-то делать. Соответственно, это первое осознание. Второе очень важное осознание. Друзья, это состояние у вас будет происходить, периодически. То есть это неоднократное состояние. Это не в том смысле, что вот вы начали путь, сначала был успех, потом вот этот кризис, и если вы из него выберетесь, из этого кризиса, то дальше всё будет бело-голубое, красивое и так далее. Нет, нет, не обязательно. Может и будет, но ненадолго. Потом будет обязательно другой кризис. Более того, эти кризисы бывают разные. У кого-то они затяжны и долго-долго длится. Кто-то умеет себя взять в руки и только попав в эту ситуацию, сразу себя из неё выталкивает. Как вот сегодня кто-то из вас написал, что не хватает пинка. Да, получает вот этот волшебный какой-то ускоритель и сразу выходит из этого состояния. И я надеюсь, что наш сегодняшний вебинар, наша встреча для кого-то будет таким выходом из этого состояния, потому что вы поймёте, как это сделать. Поэтому вот это очень важный шаг, и мы его сегодня с вами сделали уже, можно сказать. Второе. Безусловно, ну и что, что я признала, что у меня кризис. Если я не начинаю действовать, это всё моё признание бесполезно. Поэтому я вам советую. Вы можете… Совет чем хороший? Можно воспользоваться, а можно нет. Поэтому я вам советую попытаться преодолеть этот кризис. Вот если вы на второй, третьей попытке почувствуете, что нет, не получается, ну тогда есть больше оснований рассуждать о том, что, может быть, не стоит закончить. Но если вы ещё ни разу с этим кризисом не боролись, постарайтесь начать действовать. Не сдаёмся, идём. Это реально. Просто делаем шаг вперёд. Прямо сегодня мы будем делать вместе шаг вперёд для того, чтобы вы преодолели этот кризис. Третий момент суперважный. Опять же, вот я не для интереса спросила, «А что именно вам мешает сейчас?» И вы по-честному разобрались. Только вот в этих пяти причинах, о которых я говорила, понятно, что их реально не пять. Понятно, что у вас, может быть, другие причины. Может быть, нет поддержки, может быть, нет денег, может быть, нехватка времени, может, у вас дикая нагрузка на работе, и у вас вы всё знаете, как идти. Вы просто не можете это совместить, например. Да, у нас, кстати, был вебинар по поводу того, как преодолевать вот такие ситуации, когда у вас высокая занятость. Поэтому третье, что нужно сделать, понять, что мне мешает сейчас. Я не случайно на слайде выделила слово «сейчас». Разбираемся, где вот эти корни вашего кризиса, корни вот этой ситуации в текущий момент времени. Мы не думаем о том, что «а если вдруг потом что-то, то-то?» Вот когда потом настанет, потом вы с этим разберётесь. Если у вас есть ситуация, она сейчас вам чем-то мешает, вот и разбирайтесь, в чём проблема сейчас. Прямо выпишитесь, сядьте себе и на листочек выпишите. Я не понимаю, куда мне двигаться. Я боюсь этого-то. Я ни разу не делала этого и слабо понимаю, как я это буду делать. Прямо в список записываем себе, что вас тревожит в этот момент. Следующий момент, который неочевиден. Некоторые действия можно сейчас не делать или делать их другим способом. Расскажу сегодня об этом. То есть иногда мы зацикливаемся. Например, у вас, например, пришло время писать текст диссертации. Вы сели писать текст, включили вот этот замечательный компьютер, у вас белый лист, и вот этот курсор там тын-тын-тын-тын, вот он вот прямо на мозг, он как будто бы ударяет в мозг. У кого такое было? Сознайтесь честно. И вот вы не знаете, вы не можете вообще с этим справиться. Но вы себя посадили, вы себя заставили найти время, и не получается писать. Что мы делаем? Некоторые делают правильно, они меняют свою деятельность. Невозможно сейчас писать текст, оформлением займитесь, начните там дочитывать материал, займитесь исследованием, займитесь ещё чем-то. Внутри вот этого вот своего пути найдите другой способ действия. Сейчас делают другое. Либо просто измените время, для того, чтобы время работать в прямом смысле слова. Например, вы всё время заставляете себя сесть и с утра. Вот кто-то вам когда-то сказал, что с утра это самое плодотворное время для работы. И вы садитесь утром, и вы начинаете делать это утром. Ну и не получается по какой-то причине. Вас дёргают по работе, особенно сейчас мы на дистанции находимся. И утреннее время, может быть, это самое неудобное время для вас. Измените время. Я тоже уже неоднократно рассказывала на наших встречах свою ситуацию. Когда я писала докторскую диссертацию, у меня случилась бессонница. Самая натуральная бессонница. То есть не то, что один, два, три. Я несколько месяцев не могла нормально спать. То есть в смысле я высыпалась, я себя чувствовала прекрасно. Но в два часа ночи было такое ощущение, что меня кто-то разбудил. И я не могла потом уснуть часов до пяти. Сначала я думала, ну всё, надо попить снотворное, надо попить успокоительное, надо ещё что-то такое поделать, надо как-то специально укладываться спать. Я вокруг этого ритуала придумывала какие-то вещи. А потом я поняла, слушай, у меня целых два-три часа есть ночного времени. Я вполне себе в уме. Я могу в это время поработать. Тишина, никто меня не трогает. Пожалуйста, я себе начала планировать определённые виды работ на ночь. Я себе так и говорила, если я ночью проснусь, я буду заниматься вот этим. Не проснусь, ну и ничего страшного, значит, буду делать другое. Поэтому вы себя изучайте. Мы все разные. Не может быть рецепта. То есть я совершенно адекватно к сегодняшней нашей встрече отношусь. И я понимаю, что всё, что я сегодня расскажу, не обязательно всем поможет. Нужно искать, обязательно под себя подстраиваться. Мы все особенные. У нас есть какие-то склонности или желания и нежелания. И нужно учитывать, не надо себя ломать. Слишком долгий путь, если вы начнёте себя ломать, вы с ним не справитесь. Ну и, безусловно, ещё один очень важный момент. Это мы должны изучать маршрут. Почему вас пугает, например, вот эта неопределённость? Потому что либо вы не знаете этапы, которые перед вами будут раскрываться со временем. Понятно, что сейчас я пишу диссертацию. Что будет дальше после того, как я напишу диссертацию? И для многих этот вопрос становится актуальным только тогда, когда уже вот это время наступает. Диссертация написана, и человек думает, что ж теперь дальше? Так а можно было половину вопросов решить, параллельность диссертации, если знать, что будет дальше? И в этом и состоит оптимизация. И когда вы понимаете весь путь, откуда, куда мы идём, для чего мы делаем то или другое и как это делать, тогда, естественно, мы меньше напрягаемся. Тогда, естественно, нам… А когда мы меньше напрягаемся, у нас, значит, лучше получается, и нам этот путь нравится. Опять же, я, наверное, надоела вам с тем, что я всё время говорю, друзья, старайтесь получать удовольствие от процесса. Представляете, это же ваша жизнь идёт. Это же не просто вам выдали время на то, чтобы вы быстренько написали диссертацию. Особенно, если мы о докторской диссертации говорим, это несколько лет. И как? Вы будете, что ли, мучиться всё это время? Ну, это издевательство над собой. Поэтому, чтобы не мучиться, нужно обязательно изучить маршрут того, куда, зачем, как мы движемся. Поэтому в этом смысле, если у вас есть трудности, да, и с удовольствием вам готова помочь. На самом деле, я вас приглашаю на курс, который уже стартовал. Он стартовал, вот был вопрос, и я обещала на него по курсу, и я обещала на него ответить. Вообще никогда после старта курса не приглашала никого на курс. Объясняю, почему мы? Потому что мы уже начинали работать, и как бы всё, все, кто встроился, тот и успел. Но на самом деле, в этом году происходят очень-очень обычные вещи. У нас неделя курс как уже идёт, и до сих пор к нам присоединяются участники. Может быть, не услышали вовремя, может быть, до конца как бы с собой не договорились, да, что вот надо или не надо. Поэтому следующий курс будет не скоро. И, соответственно, если вы почувствовали сегодня, что у вас или вообще там находится в такой ситуации, что вам нужно понять, как, что, зачем, почему, да, и так далее, то, пожалуйста, присоединяйтесь к курсу, и вы получите ответы на эти вопросы. Кроме того, безусловно, сейчас для этого лучшее время. Почему? Потому что я всегда говорю, что, безусловно, лето – это время, когда можно совершить прорыв в этом смысле. Поэтому присоединяйтесь. Я не буду подробно сегодня, я в прошлый вебинар, когда мы договаривались об этом, подробно рассказывала про курс, буквально покажу только темы, чтобы вы понимали, что вы поймёте весь свой путь от А до Я абсолютно. Вот, абсолютно все мы виды деятельности рассмотрим, вплоть до того, что и как автореферат писать, и как защиту проходить, и как даже документы заполнять. Поэтому, безусловно, если актуально, присоединяйтесь. Я ссылку в чат активную сбросила, там можно подать заявку. Значит, что касается того, хорошо, мы определили причины, мы поняли, как нам действовать. Как нам теперь добавить вот ту самую системность в работу, чтобы минимизировать наступление вот этих кризисов, чтобы не сталкиваться с ними так часто, чтобы ваша работа была более осознанна. Я прекрасно понимаю, друзья, что не все придут на курс, не всем он нужен, не все готовы и так далее. Поэтому моя задача сегодня вам дать вот эти шаги, которые в любом случае вам помогут. Что касается систематизации своей работы, первое, что нам нужно делать, друзья, я пока не смотрю в чат, сейчас мысль закончу и в какую-то паузу обязательно сделаю, обращу внимание на чат и отвечу на ваши вопросы. Значит, смотрите, очень частая ошибка состоит в том, что люди начинают с оптимизации или там с решения каких-то тактических, скажем так, вопросов, не понимая стратегическую вот всю эту ситуацию. Нам нужно обязательно для себя понять, я вам сейчас объясню, почему. Значит, сначала мы должны понять стратегические цели. Мы куда идём? Что нам нужно получить в результате? То есть я сторонник результатного подхода. Надо сначала понять, что с меня будут требовать и делать ровно то, чтобы достичь вот этого результата. И поэтому я всегда говорю, что писать диссертацию и заниматься просто исследованием, это не одно и то же. Вот не одно и то же. Это разные вещи. Поэтому вы должны понять, что с вас спросят. Второй момент. Вот когда вы это понимаете, какие у вас будут результаты, только тогда мы начинаем разбираться в процессах. А что мне нужно делать для того, чтобы достичь этих результатов? То есть нам необходимо понять, какие шаги мне предпринимать нужно к этим результатам. И только когда я понимаю, какие процессы, какие виды деятельности я должна вести как аспирант, как ветеран, только тогда я начинаю эти самые процессы оптимизировать или повышать их эффективность. То есть я озадачиваюсь вопросом, а как мне это сделать проще, а как мне это сделать лучше? Если вы наручите эту последовательность, смотрите, что может произойти. Вы, не разобравшись с особенностью процесса, начинаете его оптимизировать, а это тот процесс, который не надо сокращать, например, не надо его форсировать, ни в коем случае нельзя делегировать, нужно проводить самому. И вы можете тут ломать дров. Поэтому здесь, конечно же, очень важно вот эту соблюдать логику. Давайте построим эту логику для себя прямо сейчас. Если у вас есть какой-то блокнот или бумага, на которую можно писать, давайте сразу же будем это делать. Итак, смотрите. Первое. Нам нужно с вами составить список того, что вам нужно будет иметь для защиты. То есть вот к моменту, когда у вас настанет день Х, ради которого вы движетесь столько времени, вам нужно будет на руках иметь совершенно конкретные вещи. Они вам большей частью известны. Естественно, это диссертация. Естественно, это публикации. Опубликованные, а не просто отправленные. Естественно, это автореферат. И малоочевидная штука – это документы. То есть мы вообще этим вопросом чаще всего не озадачиваемся. Почему? Потому что часть из нас считает, что документы будут заполнять, я не знаю, учёный-секретарь, или они будут заполняться кем-то. Или вообще даже этот вопрос не встаёт, не возникает. Так вот, на самом деле вы на своём пути будете готовить, заполнять, изменять, готовить черновики или наоборот приводить их в окончательные документы. Очень большое количество документов. Очень большое количество документов. Поэтому вот эти четыре компонента вы чётко должны для себя понимать. Соответственно, если мы говорим «диссертация», то мы не просто пишем «у меня должна быть диссертация». Вы должны понимать, диссертация какого у вас должна быть объёма. Какая диссертация по объёму, я про суть сейчас понятное дело не говорю, ясное, что она должна быть защищаемая. Хотя я на слайде написала, да, у вас, безусловно, должна быть новизна, у вас должна быть значимость. В чём она состоит? Есть ли она в вашей диссертации? Если этого нет, значит, об этом нужно подумать, это нужно усиливать, докручивать. Опять же, в зависимости от… Мало того, что мы все разные, мы ещё и по разным отраслям знаний диссертацию готовим, и в разных отраслях разные требования. Допустим, возьмите математиков, у них диссертация 100-120 страниц, это норма кандидатская. Возьмите технорею, у них диссертация 110-130 страниц норма. Возьмите юристов, у них норма кандидатской диссертации, там 180-220 страниц. Вот хотя бы с точки зрения объёма, количества новизны, там объёма значимости, достаточной для защиты, вот это нужно проверить. То есть ваша цель не просто диссертация, а вот это совокупность характеристик, которая в этой диссертации имеет место. Второй момент — это публикация. Опять, в зависимости от того, где вы собираетесь защищаться, это советы, которые самостоятельно присуждают учёную степень, или это деятельность, которая регламентирована вам. Соответственно, мы должны чётко понимать, что от нас требуют. И если, положим, мы с вами знаем о положении, о присуждении учёных степеней, этот документ открыт, и он есть в свободном доступе, вы его там в консультант плюс или в гарантии нашли, скачали, изучили, и вам вроде бы всё понятно, да, надо столько-то публикаций, надо там то-то и так далее. Вы готовите ровно как в этом документе. Приезжаете в диссертационный совет, вам говорят, извините, а нам нужны ещё монографии, а нам надо не 10 публикаций, там 15 публикаций, я условно говорю, для аспиранта там 2-3, а вы, может быть, приедете, и, соответственно, вас удивят, что надо там 5-7, например. То есть мы должны так же, как про себя особенности понимать, так же мы должны понимать особенности по поводу своей специальности и по поводу того диссертационного совета, в который мы собираемся ехать. Если вы собираетесь защищаться в диссертационном совете, который самостоятельно присуждают учёной степени, вам положение о присуждении учёных степеней, которое висит на сайте ВАГ или в базах данных, оно нужно просто как информационное, потому что там будут другие требования, и они точно будут выше, то есть, по крайней мере, не ниже. Поэтому вам надо понять, где эту информацию найти, чтобы вот этот самый результат оценить. Автореферат. Автореферат мы очень часто рассуждаем об автореферате по остаточному принципу. Ой, я навешу диссертацию, отожму эту диссертацию, вот у меня автореферат. Нет, друзья, ну так можно сделать, но это не лучший способ, не лучший подход к автореферату. Поэтому, безусловно, мы должны с вами чётко понимать, а что ж тогда такой автореферат? А как его так написать, чтобы он был яркий, чтобы он представлял вашу работу? Это, знаете, я очень часто сравниваю автореферат с таким рекламным буклетом. Когда вот я его почитала, думаю, ой, какая прекрасная работа, надо её почитать. Потому что очевидно, что когда не каждый, кто откроет вашу диссертацию, будет её читать от начала до конца. Вот автореферат, наверное, прочитает. Ну и, безусловно, вот те самые документы. Неплохо было бы представлять, какие документы вы будете заполнять или какие документы от вас будут требоваться. Поэтому вот этот список, вы его, что называется, сегодня себе начали, вот эти четыре пункта внесли. Вот расширьте понимание этих пунктов, для того, чтобы вы чётко понимали результат, который от вас ожидается, который нужно достичь. Второй момент. Когда мы определили, что нам надо? Ну, я думаю, мало кто из вас сейчас находится прямо на старте, в том, раз у вас уже кризис, значит, вы уже какой-то путь преодолели. И, соответственно, нужно определить точку, в которой мы находимся на этом пути и понять, где я сейчас и что я уже делал. Ведь я уже всё это время, какой путь я проходила, я же что-то делала. Значит, из вот этих целей, которые выше мы указали, уже что-то сделано, сколько-то публикаций опубликовано, может быть, сколько-то страниц диссертаций написано, может, у вас есть уже какой-то пакет документов, которые вы готовили. Опять же, вы себе прямо список пишете или отмечаете, например, что у вас конкретно сделано. Как только вы этот шаг сделаете, у вас сразу же возникнет понимание, а что вам осталось. Мне осталось написать 80 страниц диссертации, мне осталось опубликовать три ваковских публикации и две, например, публикации в материалах конференций. Допустим, я сейчас говорю, мне осталось подготовить автореферат, соответственно, такие-то документы есть, а такие-то мне ещё нужно будет. И когда вы понимаете, что вам осталось сделать, вот вы и как бы приходите к тому, а с чем мне конкретно надо разобраться. Может быть, что-то вы уже интуитивно сделали, ну и бог с ним, как есть. Но то, что впереди, надо, конечно, понять, чтобы вы уже двигались по сути. Что значит двигаться по сути? Значит, нужно изучить те процессы, которые вам ещё предстоят впереди. Понятно, что вы в общих чертах можете представлять, мне нужно будет написать автореферат. Я-то говорю о другом, что важно учитывать вот в этих процессах, что в них такого значимого, особенного, нетривиального, чтобы дойти до результата. И вот некоторые моменты я на слайде вам представила. Понятно, что это, опять же, я не могу все-все-все детали пересказать, но тем не менее. Первое, вы должны понимать разноплановость своих действий. То есть перед диссертантом стоит не один вид деятельности писать диссертацию, а несколько. И ваша задача состоит в том, чтобы, во-первых, эти виды деятельности осознавать, да, мне надо и вот это, и вот это, и вот это, и вот это, и всё мне нужно делать. Второй момент, вы должны понимать, что первое, что первично, что вторично. Такие вопросы очень часто возникают по поводу, это, знаете, как вопросы про курицу и яйца, да, но тем не менее, каждый всё равно решает этот вопрос для себя. Что мне сначала изучать литературу, а потом, например, проводить исследования, или наоборот, сначала проводить исследования, а потом читать литературу. Или, допустим, мне сначала писать автореферат, а потом писать диссертацию, или сначала диссертацию, а потом автореферат, потому что и тот, и другой подход абсолютно рабочий, рабочий, возможен, и у того и у другого есть свои плюсы и минусы, как и во всём. И вот таких вот или-или, их прям несколько на вашем пути. И поэтому очень важно вот эту приоритетность действий для себя вычленить, что мы сначала должны делать, чтобы не получилось так, что у вас часть уже сделана, вы дошли до определённой точки, и выяснилось, что у вас не хватает ещё того-то, вы отложили это на последний момент, а теперь это очень сложно реализовать. Ну, например, у вас не хватило публикаций, а теперь, чтобы сделать эту одну лишнюю публикацию, особенно если она ваковская, потребуется какое-то количество времени. В зависимости от журнала, конечно, мы в прошлый раз с вами об этом говорили, об этих тонках, что, может быть, это вообще будет занимать очень много времени. Третий момент нетривиальный — это коммуникация. Когда мы с вами сталкиваемся с какой-то проблемой, сложностью, мы очень часто пытаемся решать её самостоятельно. Но ведь никто не запрещает нам с вами проконсультироваться у кого-то, может быть, найти людей, которые уже прошли этот путь, может быть, более настойчиво выстраивать коммуникации со своим научным руководителем, больше уточнять, смелее спрашивать, не стесняться и так далее. Поэтому здесь очень важно этот момент использовать. Если вы что-то не знаете, спрашивайте. Ну и, безусловно, пока вы пишете диссертацию, собственно говоря, вот этот самый приятный, самый такой спокойный процесс всего этого пути, то вас по большому счёту сроки не очень интересуют. Вы либо сами их поставили себе, либо они чем-то ограничены, но в них всё равно нет такой жёсткости. Ну не успели, но чуть попозже сделали, да, ну как бы ничего страшного. А вот когда начнётся этап после подготовки к диссертации, когда нужно будет выходить на диссертационный совет, на процесс защиты и так далее, то там уже будут возникать очень серьёзные ограничения по срокам. Вы должны будете двигаться в рамках отведённого дней, месяцев и так далее. И поэтому вот здесь очень чётко нужно вот эти требования понимать. Одно дело, когда вы сами себе это устанавливаете, а другое дело, когда это в виде требований диссертационного совета или требований ВАКов. И вы должны чётко для себя выстроить процесс, чтобы он уложился в это время. Вот, кстати, на курсе мы как раз тоже об этом и говорим, особенно вот о тех периодах, которые, когда всё у вас уже подготовлено, и вы выходите на защиту. Как укладываться-то вот в эти маленькие временные отрезки, чтобы всё успеть и чтобы эта работа у вас была качественной. Ну и, естественно, как бы мы там не теоретизировали о том, что надо вот это, а вот причина такая-то, вот ещё что-то, самое главное — это делать. Если мы не начинаем делать все наши вот эти предыдущие осмысленности, оценки, анализы, они все бессмысленны, да, поэтому первое, что нужно для себя понять, это то, что мы отвечаем за результат. Это же вы хотите защитить диссертацию, это же вы для себя поставили такую задачу, такую цель. И когда мы начинаем говорить, вот мой научный руководитель там со мной не работает, я там у него на втором плане и так далее и тому подобное, или вот мне никто не помогает. Это всё понятно, друзья, это классно, когда на вашем пути встречается отличный научный руководитель, который вам и по сути, и по мотивационной составляющей помогает, и во всём вас поддерживает, это классно. Но это не всегда так, поэтому исходим как бы из реальности, да, из того, что бывает по-разному, но мы чётко должны понимать, раз цель моя, значит, за её достижение прежде всего отвечаю я. Как только вы вот так посмотрите на подготовку и защиту диссертации, вам сразу станет проще, потому что вы не будете искать каких-то там виноватых или ещё что-то. Второй момент тоже очень освобождающий. Мы очень часто думаем вот про эту защиту, как про некую вот, вот это вот важно, да, вот это вот мой результат, это если я защищусь. Друзья, да у вас миллион результатов на пути. Написали статью, результат, выступили на конференции, результат, на пять страниц стало больше в диссертации, результат, исследование какое-то провели, увидели вот эти свои цифры, выкладки, построили графики, результат. То есть вы не относитесь к результату, да, вот у многих такое есть результатное мышление, но когда мы результатом считаем только защиту. На таком длинном пути надо видеть и маленькие вот эти результатики тоже, потому что иначе вы в этом процессе просто утонете. Да, мы процесс, весь процесс привязываем вот к этим маленьким результатикам. Как я всё время говорю, создайте сами себе ситуацию успеха, дайте сами себе задание. Давай вот там за этот срок там напишем такое-то количество страниц текста, например. И если вы написали, всё, мы себя хвалим, поощряем, потому что действительно мы определённый результат, пусть маленький, мы достигли. Ещё один момент. Когда я говорю, разбираемся в процессах, да, очень часто для нас какой-то процесс кажется непонятным просто, потому что мы туда не заглянули. Да, как в чёрный ящик, мы на него смотрим, и нам не ясно. Так вы крышку-то откройте и загляните туда. То есть элементарно. Вот те, кто там пошли на курс, например, они там его откроют. Не обязательно. Вы можете спросить у научного руководителя. Вы можете никаких проблем. Посмотрите в интернете много информации. Только если вы смотрите в интернете информацию, смотрите, чтобы эта информация была проверена, да, потому что очень много всяких сайтов, каких-то непонятного содержания. И поэтому внимательно изучайте нормативную базу. То есть вот на что у вас хватает сил и возможностей, открывайте эти чёрные ящики, изучайте, и пусть эти процессы становятся для вас более понятны. И тогда вы заранее будете знать, как бы, что и как, да, то есть вот это вот перестанет вас пугать вот этой ситуацией, напрягать. Ну и, естественно, опять же, очень редко, когда я вижу, приходят на консультации люди на курсах, на разных мероприятиях, встречаемся с людьми, начинаем разговаривать о том, как человек готовит диссертацию. Я очень редко вижу людей, у которых есть план. Вот реально пошаговый план того, как они собираются действовать. Поэтому осваивать и планирование очень помогает. Без плана обойтись можно, но ваш путь будет долгим. И он будет вот таким, знаете, то туда, то сюда, то правильно иду, то заблудился куда-то, сбился с пути и так далее. Поэтому планирование наше всё, оно занимает время, но это время вам потом окупится, что называется, быстро и неоднократно, поэтому про планирование мы не забываем. Хорошо. Это, что называется, вот с некими шагами по поводу систематизации. Если вы сделаете вот эти вот шаги, о которых мы сейчас говорили, прямо вот пропишите, выделите, начнёте вот это применять, вы сразу почувствуете, что у вас изменилось качество вашей деятельности. То есть вы будете делать то же самое, но качество и результат будет другой. Но есть ещё нечто, что может ещё помочь, да, это оптимизация. То есть когда вы понимаете процесс, вы можете оценить, а можно ли этот процесс как-то сделать иначе. Но всегда возникает вопрос, а не испорчу ли я результат. Ведь диссертация, ну и диссертация не хочется, я не знаю, экспериментировать, особенно со своей, да, поэтому сразу становится вопрос, а вдруг я что-то испорчу. Вот для того, чтобы ничего не испортить, два совета на слайде. Сначала выстроите свою систему, потом занимайтесь оптимизацией. И второй момент, мы начинаем улучшать только те процессы, с которыми мы разобрались, потому что если вы не понимаете особенности какого-то процесса, вы можете напортачить. Поэтому здесь вот эта последовательность, она обязательна. Ну и давайте посмотрим, в чём может быть безопасная оптимизация, да, та, которая не ухудшит ваши результаты. Первое – это сокращение срока. По сути, надо было бы сказать не просто сокращение срока, да, а установка неких бедлайнов. То есть, когда мы себе сами не ставим никакие задачи по времени, ну, мне надо написать публикацию. Это задача – задача, реализуемая – реализуемая. Но до тех пор, пока мне непонятно, сколько я себе дал на это время, я могу это делать месяц или больше. Соответственно, ставим дедлайны. Дедлайны ставим так, чтобы вы как бы стандартный свой срок, ну, вы же примерно представляете, сколько у вас времени на ту или иную работу расходуется, да, чтобы этот дедлайн заставлял вас немножко сократить ваши сроки. Второй момент – это делегирование. Я не говорю, что надо попросить, чтобы кто-то за вас что-то написал там или ещё что-то. Ну, например, есть возможность попросить кого-то, это даже можно домашних своих попросить, там, детей, может быть, взрослых или членов семьи, которые владеют компьютером, для того, чтобы они вам что-то помогли с оформлением. Оформлением таблиц, графиков, построением диаграмм каких-то и так далее. Вы дали, значит, данные, вам помогли это сделать, вы высвободили для себя время и так далее. То есть какие-то моменты спокойно можно делегировать. Второй, третий момент – это консультация. Когда вы не знаете, как делать что-либо, здесь несколько моментов. Можно учиться этому, осваивать, что называется, да, можно просто проконсультироваться. Со специалистом. Допустим, вам нужно применить какой-то метод, которым вы не владеете. Ну, найдите человека на кафедре в ВУЗе через интернет, найдите человека, который специализируется в этом методе, возьмите у него одну-две консультации, и вы это быстрее освоите, чем если вы это будете делать сами, да, там, месяц или два изучать, как этот приём использовать. Следующий момент – это упрощение процесса. Предположим, когда мы говорим, что, допустим, мне нужно подготовить автореферат. Есть ли какие-то приёмы, которые позволяют упростить этот процесс? Есть. Можно их использовать? Можно. То есть если вы осознаёте, то есть вы понимаете процесс, вы понимаете результат, который вам нужно получить, то, естественно, мы можем тот или иной процесс упрощать. Опять же, на курсе мы об этом говорим. Научный руководитель вам это может объяснить, как это сделать. То есть это не какая-то сверхстрашная тайна. Если вы сами не знаете, как упростить процесс, пытаетесь найти вот эти вот приёмы. Очень важный момент – это смена этапности процессов. Когда вы видите, что, например, вы увлеклись подготовкой публикации, вы пишете и пишете и пишете и пишете и пишете и пишете, у вас это получается, вам это доставляет удовольствие, вам это нравится, да, вы в восторге, но вы продвигаетесь только по одному результату, вы только продвигаетесь по публикациям. Возникает вопрос, так может быть мне уже этап-то сменить, может быть мне уже кроме публикации-то ещё чем-то заняться? Да, заняться. И очень важно понять, чем именно заняться. Стоит ли вам перейти к тексту, да, и там изучать теоретический блок и начинать сначала, или вам, может быть, сначала нужно провести исследование. В частности, допустим, если вы готовите по техническим специальностям, да, безусловно, вам нужно вот сюда выдвигать в начало исследования. Почему? Потому что, во-первых, у вас очень длинные эксперименты и исследования. Во-вторых, возможно, вы захотите получить патент. На это требуется время. В-третьих, некоторые исследования требуют результат, как бы у них результат отсроченный. Не то, что мы соединили химические элементы, и сразу же получилась реакция. Поэтому, безусловно, вот эту особенность, например, вы должны учитывать. Либо пишите вы там, я не знаю, по экономике, или по экспруденции, или по какой-то гуманитарной науке. Возможно, вам наоборот нужно погрузиться в изучение литературы, а ваш эксперимент, он будет коротким, или он вообще будет представлять собой обработку уже имеющихся данных, и вы их просто будете использовать, скажем так. Поэтому вот эта этапность, она очень важна, и она очень специфична, она зависит от вашей специальности. Ну и, безусловно, любые приёмы, которые вы знаете по повышению эффективности, по оптимизации, любые приёмы используете. Да, я всё время говорю о том, что старайтесь оставаться в теме, берите с собой, например, работайте с литературой, распечатывайте, берите с собой, обязательно носите с собой блокнот, может быть, какие-то мысли запишите. То есть вот все-все-все техники, есть куча технологий работы с самим текстом, по обработке литературы, как её правильно обрабатывать, то есть по подготовке тех же публикаций, как это проще, эффективнее, быстрее, но тем не менее качественнее сделать. Поэтому всё-всё-всё, что вы из технологий знаете, используйте. Это упростит процесс без ухудшения результата. Ну и, конечно, иногда, вот вроде всё это я использую, да, и кажется, что ну уж у меня в арсенале никаких подходов не осталось. Попробуйте пойти совсем нестандартным путём. И вот первый из этих путей представлен на слайде. Объясните тем, кто не в теме. Понятно, что вы изучаете определённую свою тему, вы специалист в ней. Очень часто у нас замыливается взгляд на эту тему, да. И когда вы начинаете общаться с человеком, который даже вообще не специалист, не то что в этой теме, он, может быть, вообще не поспециалист, ну положим, ко мне на индивидуальные консультации приходят очень разные люди, которые пишут диссертации по вообще разным специальностям. И мы медики, и дизайнеры, и юристы, и экономисты, и технари, и очень разные специальности. Да, и когда человек приходит со своей темой, он, безусловно, не ожидает, что я там ему сутевые какие-то вещи буду подсказывать. Он приходит с техническими вопросами, и мы, соответственно, решаем эти технические вопросы. Но иногда для людей бывают открытия, что когда я читаю диссертацию, мне просто интересно её прочитать, да, я начинаю задавать вопросы по теме. А почему вот это так? А откуда вы заняли вот это? А почему вот это? И у человека открывается новое видение. Он не озадачивался этим вопросом, потому что ему казалось это очевидным, и он не углублялся в это. Поэтому, если у вас нет, например, вот многие говорят о том, что, допустим, живут в маленьком городе, или, например, дистанционно работают, нет, вот по специальности коллегские можно было бы пообщаться. Пообщайтесь не по специальности, с человеком просто с адекватным, разумным, продвинутым, который может почитать научный текст, чтобы он вам задал какие-то вопросы. Это очень продвигает вас, безусловно. Кроме того, вот это некий элемент совместности. Если же наоборот, у вас есть рядом с вами аспиранты, или, допустим, на курсе я стараюсь сейчас участников пригласить к тому, чтобы они начали общаться с друг с другом, потому что у нас на этом потоке курса несколько человек пишут по педагогике, несколько человек пишут по экономике. И когда мы знаем, что вот есть человек, с которым можно что-то обсудить, то есть совместная деятельность, почему у меня в кавычках, это не обязательно деятельность по работе с диссертацией, да, какая-то совместная мотивация, поддержка, может быть, совместное исследование, может быть, ещё что-то. То есть некая совместность, она всегда помогает, особенно когда сложно. Что такое сценарий, планирование? Тоже очень помогающая штука, когда вы начинаете рассуждать. Особенно вот у кого страхи, вы порассуждайте и планируйте, вот именно исходя, знаете, как разные стратегии, да, как у нас вот сейчас есть неблагоприятная ситуация в экономике, мы из неё как-то должны выходить. И есть какая-то позитивная стратегия, средний вариант и негативная, да, так и вы, когда вы начинаете планировать, когда вы боретесь со страхом. Порассуждайте в категориях, если вот это, то то, что я сделаю, да, это тоже очень помогает, и пусть у вас будет несколько направлений, если так, то так, если у меня это не получится, то я вот так-то сделаю, если получится, то вот так-то, да, то есть вот здесь вот очень важно. Ну и вообще супер важная вещь, друзья, несмотря на то, что она кажется очень простой, да, это избавиться вот от этого идеала. У нас по поводу всего в жизни есть в голове идеальный образ, как правильно работать диссертацией, что такое хорошая диссертация, какая должна быть публикация. У нас по этому поводу есть ответ. И если вдруг наша работа как-то выпадает из этого правильного образа, мы начинаем себя ругать, мы становимся недовольными собой, и наш прогресс останавливается. Ваши задания, да, полно людей будет, которые вас будут останавливать. Вы сами себя лучше продвигаете, да, поэтому нет никакого правильного пути. У каждого путь будет свой, у каждого работа будет своя. Поэтому вот чем раньше вы от этой идеальности избавитесь, тем лучше. Ну и, безусловно, ещё два очень важных момента, и мы закончим с вами. Я перейду в чат и посмотрю, буду отвечать на ваши вопросы. Это, безусловно, вот как говорят, да, всё, над чем мы не работаем, оно всё перестаёт у нас функционировать. Если мы хотим что-то развить, над этим нужно поработать. Если вы что-то не умеете, если у вас плохо получается, вы, наоборот, это и делаете. Не боитесь защищаться, что вам надо будет публично выступать. Рассказывайте про свою тему везде и всюду. Договоритесь на кафедре, чтобы вас послушали. Договоритесь, там выступайте на конференциях и так далее, да. То есть тренируйтесь. Не умеете работать с большими цифрами, а вам надо обрабатывать большие цифровые данные. Садитесь и делайте. Поэтому вот здесь, безусловно, осознанность должна быть. В чём я, почему я написала про безопасность? Не надо ничего форсировать. Если, например, вы отродясь никогда не выступали, и вы решили начинать тренировать своё выступление, и вместо того, чтобы выступить на кафедре перед коллегами или на какой-то внутренней конференции, допустим, вы сразу ба-бах и поехали на международный симпозиум на какой-нибудь, и вы сразу же начинаете выступать. Ну, понятно, что вы надорвётесь, скорее всего. Скорее всего, результат будет неудовлетворительный, потому что либо вы будете очень сильно волноваться, либо там будет очень продвинутая публика, а вы ещё не знаете, как и с обычной публикой контактировать вопросы, ответы и так далее. Поэтому постепенность, как и в спорте, никто не отменял. Ну и, безусловно, когда мы говорим про мотивацию, она для всех из нас разная, особенно у нас есть большое различие между мужчинами и женщинами. Но мужчины достаточно редко посещают наши вебинары, но, тем не менее, некоторые приходят, и это прекрасно. Мужчины, конечно, это человек состязательный. Они любят быть первыми, им важен результат, им важен пьедестал какой-то. Поэтому, что называется, хвалите себя, награждайте себя какими-то такими важными моментами. И если же мы говорим о женщинах, то очень помогают какие-то небольшие сюрпризы, которыми вы сами себя вдохновляете. Хотите подарить себе какой-то подарочек, букет цветов на рабочий стол поставить или ещё что-то. То есть это на самом деле работает. Потому что, когда мы говорим о мотивации, это не просто, когда вы себе что-то внушаете. Это в том числе и ваше не только внутреннее состояние, это какое-то внешнее пространство, которое вас воодушевляет. Может быть, вы хотите куда-то съездить. Если вы достигли какого-то крупного результата, провели исследование, съездили на пару дней куда-то. Я не про сейчас говорю, понятно, что мы сейчас с вами ограничены в этом. Но тем не менее, какие-то небольшие себе такие знаки внимания, какие-то мини-награды, их стоит делать, потому что они очень и очень помогают. Без этого можно обойтись, когда путь короткий. Но у нас с вами путь длинный. И если вы пишете докторскую диссертацию, то вообще вы без самомотивации, самоподдержки будете очень страдать. Поэтому научитесь себя поддерживать. Найдите, что конкретно вас поддерживает, и вот этим занимайтесь. На этом, друзья, я сегодня закончила. Как всегда, ни в какой регламент не вписалась. Но очень хотелось вам это всё рассказать. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Напишите, если у кого-то есть вопросы, задайте их. Если вопросов нет, то напишите, пожалуйста, что для вас было полезно. А я сейчас посмотрю, что у нас тут в чате. Так, зависит от семьи. Ну, конечно, безусловно. Так, очень хороший курс пишет Елена Михайловна. Так, это, видимо, вы тут сами рассуждали уже о теориях. О философии и так далее. Яна Юрьевна, можно начать с миссии без проблем. Для многих просто миссия наводит состояние некого пафоса, и люди дальше не продвигаются. Поэтому я уж про миссию сегодня не говорю. Так, Александр Юрьевич, видимо, с кем-то находился в переписке. Я пропускаю. Дизер бы стал неплохим бонусом. Ну да, почему нет? Зоя Владимировна советует сначала писать автореферат. Да, такой подход возможен. Я так писала докторскую диссертацию. Так. Для ваковских публикаций по теме диссертации срок действия. Нет, главное, чтобы у вас публикация сохранила этот статус. Нет, три года. Я не знаю, на что это ответ, Наталья Валерьевна. Три года я слышала. Нет ограничений официального, по крайней мере, УВАКа, нет. Так. Оптимальный текстель с двух сторон. Так, так, так. Значит, это я понимаю, что вы увидите друг с другом. Оптимизация уместен принцип необходимости и достаточности. Да, безусловно, эти принципы, они везде уместны. Так, так, так. Про сертификаты. У вас тут было как жарко. В чате вы тут пообщались с людьми вам. Так. Елена Андреевна, большое спасибо за рекомендации. Очень приятно, когда научные руководители рекомендуют. И сейчас и на курсы, и на консультации люди приходят по рекомендации научных руководителей. Потому что научный руководитель, друзья, это человек, это человек новизна, это человек стратег, это человек, который по большому счёту должен вот эти вопросы решать. А, конечно, технические вопросы, когда мы начинаем с техническими вопросами подходить к научным руководителям, это не каждому нравится, скажем так, да? Так. Всё отлично. Спасибо вам, друзья, тоже спасибо. Рада, что информация полезная и нужная. Что семинар вам наш показался вдохновляющим. Это очень важно. Так. Данный вебинар нацелен на объяснение организации работы соискателей, а надо бы связать и с требованиями к содержанию самих исследований. Почему этого нет? Этого нет по очень простой причине, потому что мы сегодня не говорим о самом исследовании. Мы раз в месяц встречаемся и рассматриваем разные темы. И в рамках темы кризиса, да, того, как не бросить, как выкарабкаться из этого состояния, я посчитала, что не нужно говорить об этих моментах. Да, да, вам тоже большое спасибо. Спасибо. Особенно про синдром самозванца. Да, с ним очень быстро расправляемся. Валентина Владимировна спрашивает, сколько скопусов надо для кандидатской диссертации. До сего момента нет такого официального требования, которое устанавливается в АК, поэтому есть рекомендации, они зависят от вашей специальности. И в основном это рекомендации диссертационных советов, поэтому универсальной рекомендации нет по этому вопросу. Большое спасибо. Очень полезно, тонко, психологически верно. Позволяет посмотреть со стороны, на которую с грустью смотришь. Главное, очень мотивирующая. Варвара Вениаминовна, спасибо. Так, можно ссылку на курс. Ссылку на курс можно. Давайте я ее еще раз продублирую. Если вы сейчас решите к курсу присоединиться, то все материалы и те записи, которые есть, они уже есть в закрытой группе, все вам будет доступно. Вопросы можно будет мне задать без проблем. Так, во вкладке «Вопросы» еще есть огромное количество вопросов. Так, про антиплагиат говорили. По поводу плана. Яна Юрьевна, я обещала ответить на ваш вопрос. План, я не помогаю составить, я же не являюсь компетентным специалистом во всех отраслях знаний. Я рассказываю, как это сделать. Если вы будете придерживаться этого подхода, вы это сделаете самостоятельно. У вас все абсолютно получится. Обсудите это с научным руководителем, и все будет замечательно. Важна очень поддержка семьи, конечно. Так, Александр Юрьевич тут много чего написал. Я сейчас не буду тратить на это время, потом за эфиром прочитаю эту информацию, и если что, то отвечу личным сообщениям. Ну что, друзья, я благодарю вас за то, что вы ко мне сегодня присоединились. Я не принимаю близко к сердцу, я просто понимаю, что не все будут ждать, пока я прочитаю, а там очень много, да. Поэтому я прочитаю обязательно. Друзья, вам большое спасибо. Я с удовольствием вас приглашаю на следующую нашу встречу. Если вы присоединитесь к курсу, то завтра у нас уже следующая тема. Если вы самостоятельно двигаетесь по своему пути, это прекрасно. Я в любом случае рада вас сопровождать. Мы встречаемся раз в месяц, и я вас приглашаю на следующий наш вебинар, который как раз-таки через месяц и состоится. Пожалуйста, приходите. Вам всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...